В целях обеспечения и исполнения постановления о мерах по усилению уровня механизации сбора хлопка сырца в регионах республики. Акционерным обществом Ташкентский завод сельскохозяйственной техники запланировано производство и доставка 850 современных высокоэффективных хлопкоуборочных машин в регионы республики. На сегодня уже выпущено 492 единицы спецтехники. Часть доставлена сельскохозяйственным предприятием. Репортаж Джамши Тасуатова. Репортаж Джамши Тасуатова. Так, в стране была налажена работа по производству современных хлопкоуборочных машин и организации машинного сбора, обеспечивающих условия для широкого применения механизированной уборки хлопка сырца. На эти цели было направлено постановление Кабинета министров республики Узбекистан о мерах по усилению уровня механизации сбора хлопка сырца в регионах республики. В целях реализации данного документа были разработаны стратегии и программы. В частности, привлечены более 200 сотрудников с предприятия ООЗ «Автосанаат». В данных производственных линиях ранее производилось 5 единиц хлопкоуборочной техники. После изучения сотрудниками Узбекистана были расширены производственные линии с 1 до 4, что позволило, в свою очередь, увеличить производственную мощность от 5 до 40 единиц. Особое внимание уделяется на качество производимой техники, а также послепродажное обслуживание для обеспечения бесперебойной работы. В целом, в целях обеспечения исполнения постановления, акционерным обществом Ташкентский завод сельскохозяйственной техники запланировано производство и доставка 850 современных высокоэффективных хлопкоуборочных машин в регионы республики. В этом вопросе придается особое внимание внутреннюю современных технологий. За год эффективного использования с положительной стороны успели зарекомендовать себе новые комбайны марки CE-220. Преимущество данных хлопкоуборочной машины в том, что ее можно использовать не только в сезон сбора хлопка сырца, но и в другие периоды сельхозработки. То есть, по сути, это машина-трансформатор. И таких сегодня по Узбеки сам насчитывается 192. Ну а в ближайшие годы планируется довести их показатель до 550. Соответственно, производственный процесс в самом разгаре. Максимально эффективное использование комбайна позволит значительно сократить срок окупаемости техники. По словам специалистов, новое поколение комбайнов способно за день собрать до 20 тонн хлопка вместо 400 хлопкоробов. Простота использования. Можно организовать сбор хлопка сырца даже на относительно небольших полях. Данная хлопкоуборочная машина разработана совместно с современной зарубежной инженерной компанией, Кейси Юхоу Техмологии. В этой машине все мы самые последние современные технологии внедрили на эту конструкцию. Мы использовали горизонтальный спиндельный аппарат. У него большая производительность и большая скорость сбора хлопка сырца. Кроме этого, в данный аппарат мы установили систему автоматизм копирования. Это дает возможность, когда машина собирает хлопка, несмотря на неравнометие полевого профиля, машина будет собирать хлопок в одном плоскости. Это снижает потери урожая и повышает производительность наших машин и безопасность его езды. Второй год уже выпускаем данные машины. В первом году мы его испытывали, широкозахватные полевые испытания проводили. В этом году у нас уже там большое серийное производство, около 550 штук тракторов хлопковочной машины выпускаем. А были там недостатки в прошлом году. Мы вот это все недостатки изучили. И совместно с нашими партнерами, совместно с зарубежной инженерной компанией, вот это все вопросы. В данном этапе уже машина усовершенствована в виде, сейчас мы ее поставили на серийное производство. В целях обеспечения бесперебойной работы хлопкоуборочных машин в течение сезона и повышения качества сбора хлопка. На каждую закупаемую машину закрепляется по два механизатора, которые проходят специализированные курсы обучения. Но сегодня за счет выделяемых низкопроцентных кредитов коммерческих банков хлопкоуборочные машины марки C220 на 10 лет и марки MX1.8 на 7 лет предоставляются приоритетно хлопко-техстильным кластерам и фермерским хозяйствам. Безусловно, развитие отрасли послужит обеспечением продовольственной безопасности народа, внедрению современных технологий в сельское хозяйство, расширению механизации сервисного обслуживания, а также созданию большого количества рабочих мест.